У нас среди нас сидит переводчик, который перевел стихи этих двух поэтей на русский язык. Ее зовут Татьяна Бубнова, вы ее слышали утром. Поэтому я предлагаю такое упражнение. Послушать оригинал, перевод на испанский, как они себя перевели на испанский, а потом перевод на русский, какие трудности нашла Татьяна Бубнова, с чем она должна была бороться для того, чтобы эти стихи до вас дошли. Я думаю, интересная игра, правда? Давайте. Значит, Брисейда Куэвас из цивилизации майя. Она родилась в штате Кампече, вот где говорят на майя. А где здесь переводчик на русский язык? Большое спасибо всем, кто работает на этом фестивале, и кто позволил нам выступить здесь и провести вот такую интересную встречу с вами. И в Мексике существует особенность перевода индейских языков на испанский язык. Во-первых, это делается по необходимости. Во-первых, это делается по необходимости. Можете познакомиться с нашим творчеством? Брисейда Кампече. Брисейда. 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 Ассонантес. Ассонантес, но рима. И у нас нет такого... И в отличие от наших родных языков, языки на испанском имеют ритм и имеют рифм. Нет, нет, нет. Я расскажу, это очень сложно для Кати, и давайте я вам расскажу. Бриса Илья говорит, что она поняла, потому что единственное, что было сказано на испанском языке, это когда я читала стихотворение Цветаевой. И она поняла, что там определенное количество, то есть это стихи, которые мы поняли, как мы делаем, выбрали размер, плюс еще там есть ритмы, хотя, ритма, да, ритма. Хотя это не, по-испански называется ритма ассонанты, Таня, как это по-русски? Ассонанс. Ассонанс, вот, вот. Entonces, normalmente, когда decimos, voy a leer mi texto en maya, y luego leo la versión en español. И сейчас я буду читать вам свои стихи на языке maya, а затем их вариацию, их версию на испанском языке. Porque como nosotros convivimos de cerca con la lengua castellana, que también es una lengua muy principal entre nosotros, так как мы живем и разговариваем не только на языке maya, но и на испанском языке, который очень важен для нашего общения. И мы можем сказать, что данные тексты являются в каком-то смысле идентичными. И мы, несомненно, экспериментировали, переводя эти тексты. Que sí, es posible, por supuesto. А вообще, возможно ли такой перевод? Pero es con una intención y es de más dificultad y con más tiempo de esfuerzo. И это занимает у нас очень много сил и много времени. Bueno, entonces voy a leer ahora este texto, que se titula Inkaba, mi nombre. И сейчас я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Мое имя». «Мое имя» «Мое имя» «Мое имя» «Мое имя» disекado, de boca en boca es mordido, es masticado por los colmillos de la gente. Me he despojado del ropaje de mi nombre, así como la serpiente de su piel. ¿Por qué no llaman prostituta a la luna? Ella acostumbra caminar por las noches, acostumbra apostar su cuerpo, acostumbra ocultar su vergüenza, acostumbra sumergirse en la oscuridad, porque ella detesta su claridad, porque ella es una hermosa alemanha blanca. Mi nombre es chicle prohibido para los niños. Ahora ya no tengo nombre, soy un duende que le revuelve la cabellera al amor. Entonces, вы слышали оригинал на языке maya, потом слышали собственный перевод поэтессы, поэта, и сейчас с вашим позволением мне хотелось бы ее спросить, что пришлось менять от оригинала к переводу, чтобы ее стихотворение давло до hispanoязычного читателя. Yo te quería preguntar, ¿nos leíste primero el original, en maya, después nos leíste tu traducción al español? Y mi pregunta es la siguiente, ¿tuviste que cambiar algunas cosas para que tu poema llegara al lector de lengua española? ¿Cambiar en qué sentido? ¿Alguna imagen, palabras? No, no, a lo mejor algún término ahí que utilice a conciencia. ¿Cuál es? El alus que es el duende. Значит, она говорит, или ты будешь переводить эту эту, она говорит, что она ничего не меняла, только одно слово, которое есть alus, на maya, и по-испански это она перевела как duende, но пусть она нам расскажет, что такое alus, Потому что дуэнде, вы знаете, что такое дуэнде, как по-русски дуэнде? Это скорее дуэнде, как у лорки. Дуэнде, как у лорки, да. Уцветаевает дуновение и вдохновение. Есть выражение. Некое дуновение и вдохновение. Это не дуэнде. Это метическое существо, которое живет рядом с человеком. Это вроде дуэнде. Дуэнде, как у лорки, да. Это существо, которое живет в горах или среди пустарника. Иногда заходит в дома, но оно должно тоже охранять посев кукурузу. И есть два типа, которые живут рядом с людьми. Один, бережет посев кукурузы. И его плохой, как тронь или эльф, иногда он начинает мешать человеку, его фугает. Продолжение следует... Слово «дуэнда» относится к существу, которое из Испании привезено, поэтому оно не соответствует мифологии магии, поэтому есть там небольшая трудность, чтобы каким-то образом показать, о чём там идёт речь. И теперь я думаю, что мы послушаем это стихотворение на русском языке и спросим у Татьяны, какие у неё были трудности, чтобы вам, уже русскоговорящим слушателям, чтобы вы могли это почувствовать, что такое это стихотворение. Моё имя. Имя моё – пересохшая кожа. Всё искусанное клыками соседей. Пережёванное множество лыбтов. Я сбрасываю одеяние имени, как змея сбрасывает кожу. Почему вы не зовёте гулящей Луну? Это она бродит по ночам. Это она выставляет на показ своё тело. Это она утаивает стыд свой. Это она прячется в темноте, потому что ненавидит свой собственный свет. Потому что она – красивый белый скорпион. Имя моё – это лакомство, запрещённое детям. Теперь уж нет у меня имени. Я – леший, который дёргает за волосы с ногой. Но и здесь есть несколько вещей, которые представляют какую-то трудность по сравнению даже с испанским. Вот, например, слово, что появляется в тексте у Рисейды, прошлый пирта, оно не соответствует в точности тому, что мы понимаем по-русски. И, кроме того, это совершенно непоединительское слово и производит впечатление неправильное. Поэтому я выбираю «гулять». И это то, что она хочет сказать. Это женщина, которая выходит из рамок нормального поведения, скажем, в христианской среде гулять. Более или менее, я это передаю. Потом было трудно придумать, что же делать со словом «алемания», которое на испанском языке, в общем-то, оно соответствует слову «гад». Как у Пушкина, например, «гад» морских, «подводный ход» и так далее. То есть, может быть, и хорошее, и плохое, и красивое, и некрасивое. Но вообще, это говорится вообще о животных. Но если мы сюда что-нибудь такое поставим, тогда это входит в противоречие с красотой, которую она тоже показывает. Это животное какое-то опасное, насекомое может быть, но в нем есть какая-то красота. Это что-то ядовитое, то, чего боятся, но в то же время это имеет определенную красоту. Но мы решили вместе с Брисейдой, что скорпион, красивый белый скорпион, более или менее соответствует. Потому что скорпион по-русски нас тоже пугает каким-то образом. Действительно, такие, что очень ядовитое. Потом идет имя мое, это лакомство, запрещенное дети. У нее там слово «чикли». «Чикли» — это жевательная резина. Это жвачка, да? Да. Но, вы сами понимаете, мы не можем это сюда абсолютно вставить, потому что все коннотации совершенно другие. Не относятся никак с русской культуры по-настоящему, потому что что-то импортное пришло в американцы и так далее. Это совершенно другое дело. Поэтому лакомство, просто лакомство. А в Мексике, ну, «чикли» — это шаучук, это резина, она там родится. Это что-то совершенно натуральное. И последнее, вот это «Алюш». Что делать с этим «Алюш»? Переводится, приходилось быстро, но вот решили поставить «Леший» по функции. По размеру, может быть, он не соответствует, да? Но по функции тот, который каким-то образом смущает человека, шалит, ударает неожиданно более-менее соответствует. Я «Леший», который свергает за «Леший» любовь. Может быть, это и не совсем удачно, но выбор был по функции. Таким образом мы пытаемся адаптироваться. Ну, я считаю, что это не адаптация, это перевод. Это перевод, который был сделан очень быстро, потому что, ну, вот так случилось. Ну, это очень удачный черновик, над которым можно уже работать и сделать с этого черновика настоящее произведение искусства. По крайней мере, мое ощущение. Вы не против того, чтобы мы послушали еще одно стихотворение, да? Нужно с другой? О Кернируно Юно. Давайте я тогда вас представлю нашу другую поэту, поэту, поэта. Ирма Финена, она тоже из юга нашей страны, со штата Охаки. Охака называется этот штат. Там живут разные этни, она принадлежит к сапотекам. И она, вы сейчас послушаете ее язык, который живой, и на котором она пишет. Она перейдет сразу на ее собственный перевод, на испанский язык, и потом мы Таню послушаем. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . . . . . . . Hija mía. Prendete los alfileres en la ropa. Ponte la pantaleta roja. Bebe del agua con que se lavó el metate para que mamá luna no deje su mancha en el cuerpo de tu retoño cuando te rasques. Noche de la noche en la noche de la noche en 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 la noche Аплодисменты Сначала идет вроде эпиграфа. Дочь моя, заколи булавкой платье, надень красное белье, напейся воды, которой вымыли ручную мельницу, чтобы родинки не запятнали ребенка в твоем чреве, если ты почешешься. Осторожней с матушкой луной. Ночь лунного затмения. Ночь, когда собаки разорвали лаем тишину. Ночь стонущих улиток. Когда люди засуетились, потому что съели матушку луну. И в темноте одна женщина, беременная и сбеременная, та самая, что не приколола булавок, та, что не надела красного белья и не напилась воды, которой вымыли ручную мельницу, та самая, что расчесала свои глаза для того, чтобы ее ребенок родился самыми черными глазами. Она проглотила луну. И пока все искали луну на небе, эта женщина освещала свой город светом, исходящим из ее чрева. Здесь несколько трудностей, которые связаны и с обычаями, и с вещами, которые существуют в мексиканской практике. И проблемы стилистические тоже нельзя прямо перевести, нужно адаптироваться. Во-первых, здесь упоминается такой аппарат, которым крестьянские женщины до сих пор употребляют, чтобы молоть маис для мексиканского хлеба, торгия. Это делается вручную, это самые вкусные тортильи, но это такой аппарат, который имеет терминологическое значение, и которое невозможно же здесь ставить сноску и объяснять, что это такое и какую форму имеет. Я думаю, ручная мельница каким-то образом дает понятие, да, потому что это ручная работа. Мель вот этот маисик, вручную. Потом слово ретонню, которое Брисейда употребляет, в прямом переводе это отпрыск. Но отпрыск в русском языке имеет какой-то оттенок немного негативный. Поэтому мы оставляем просто ребенка в ее чреве, совершенно ясно. Потом предметы одежды. Она упоминает трусы или трусики. Тоже как-то не идет в поэтический текст, поэтому белье, все красное белье каким-то образом намекает на то, что это что-то нижнее. Ну и некоторые синтаксические переменные, это уже не имеет, конечно, значения, да. Но вот такого рода адаптация. Я пыталась достичь такого эффекта, чтобы оставляло впечатление чего-то такого мистического. Она как-то слушает в испанске, просто мороз похоже. У нас тоже, у нас тоже мороз похоже. А действия такие, ну это народные обычаи. Есть такая деталь, которую мне не удалось совсем передать, но тоже и в испанском тексте она не сразу понимается. Она хотела подчеркнуть оттенок поисков национальной идентичности через физический тип. И поэтому ребенок должен быть с черными глазами. Она говорит, что сейчас вот все смотрят на американскую культуру и хотя бы в голубые глаза, да. А вот эта женщина, она не обязательно мифологическая, но она современная. Она хочет, чтобы ее ребенок родился маленькой, да. И вот поэтому она делает такие вещи, чтобы он родился с черными глазами, да. Но так или иначе попало в текст. Браво, браво. Вот какое значение, я подумаю, беременная из беременных, меня поразил этот образ. Нет, самая... Нет, я понял. Каждая женщина, которая рожает, она должна себя чувствовать беременна из беременных. Потому что ребенок из ребенка всех. Самых важных, правда? Осе, para él, todas las mujeres se tienen que sentir la más embarazada de las embarazadas. Yo lo entendi como la que tenía el embarazo más avanzado. Мас grande, más avanzado. Я понимаю так, когда я слушаю на своем испанском языке, беременна из беременных. И я сейчас спросила у поэта, она подтверждает, это у кого срок больше, то есть поближе к родам. Потому что уже когда уже некуда, это сама беременна из беременна. Я хочу сказать, что я хочу сказать, что это метать. Она хочет прокомментировать эту замену ручной меденции, да? Она просто говорит, что это камень, на котором мерят, но это камень особенный. У него есть форма определенная, и даже ножки, да. И есть другая, это такая длинноватая, низкая. И есть еще вот эта штука, над которой, вот ты, как это называется, вот берешь в руке и вот этим как-то... Ну, как пестик, да, но только больше, валек такой, который стираешь. Скребок. 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 На экзен гуч chairman. Скребок. Скреба и тылови Vinejaz. Высок. П Launch. Справа. Розов... Розов-аракан. Скребок. Есть. Горproduк. В exactamente по轻 blindу? Мы можете доступные да, чтобы ты нет, но серьезных действий-2013 с яхт cutslar на л잔. Брисейда просто подчеркивает, что есть какое-то взаимодействие между разными языками Мексики. И вот, например, именно то, что я перевожу как ручная мельница, в испанском языке и Юкатана, и в других местах, называется словом, которое происходит из языков науады, то есть от ацтеков приходит. И оно уже как-то адаптировано и употребляется повсеместно, но это не единственное слово. А как это звучит? Метатэ, метатэ. Метатэ. Это общемексиканское слово, то есть от Чиуауэ до Юкатана каждый мексиканец знает, что такое метатэ. Вот это камень, на котором женщины на коленах, очень часто на коленях, на полу, готовят тортильас или там что угодно. Это совершенно натуральный мексиканизм, так сказать, да? Но в русском языке это звучит чужим, но ручная мельница, ясно? Метатэ. 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 Soy tu madre, tu padre, la vieja palabra de tu abuelo, la costumbre de los tiempos La lágrima que brota de un anciano sauce, la más triste de las ramas perdida entre las hojas No me verás morir porque soy un cesto de carrizo, donde aún se mueven las tenazas del papá del camarón El pescado que Dios comió, la serpiente que devoró un conejo, el conejo que siempre se burló del coyote El coyote que tragó un panal de avispas, la miel que brota de mis senos, tu ombligo soy y no me verás morir Aunque creas que todos se han marchado, no me verás morir Habrá una semilla escondida entre los matorrales del camino que a esta tierra devolver Y sembrará el futuro y será alimento de nuestras almas y renacerá nuestra palabra Y no me verás morir porque seremos fuertes, porque seremos siempre vivos, porque nuestro canto será eterno Porque seremos nosotros y tú y los hijos de nuestros hijos y el temblor de la tierra que sacudirá el mar Y seremos muchos corazones aferrados a la esencia de los vinizá Y no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir Conocí'to, se morir, no te qu Abgeordidade No, esto es por delincianos No, estou vac discussing Casi mire, en la시면 которые еще шевелятся в клешни сказочного рака, и рыба, седенная Богом, и змея, поглотившая кролика, кролика, который вечно потешается над койотом, тем самым который проглотил осиные соты, соты с тем медом, что сочится из моих грудей. Я чрева твою, и смерти моей не увидишь, хоть и подумаешь, что все покинули тебя, смерти моей не увидишь. Навсегда останется семя, сокрытое среди терновника у дороги, семя, что должно вернуться в эту землю, чтобы засеять будущее, и будет оно питать наши души, и наше слово возродится, и смерти моей не увидишь, потому что мы будем сильны, потому что будем вечно живы, потому что наша песня будет вечной, потому что будем и мы, и ты, и дети наших детей, и содрогнется земля, и всколыхнется море, и будет нас много сердец, сливающихся в единый народ, и смерти моей не увидишь. Смерти моей не увидишь. Смерти моей не увидишь. Здесь тоже, конечно, есть несколько вещей, которые нужно немножко подумать. Во-первых, это поцелуи бусы, которые нас отсылают к мифологии. Мифологии, которые принадлежат как народу сапутетов, так и вообще разным народам Мексики. Особенно, например, койот и кролик – это очень спичная вся эта мифология. Нужны некоторые адаптации. Например, вот я плетеная корзина, в которой еще шевелятся клюшни старт сказочного рака. У нее в оригинале «Ла канаста де мимбре, дон де се муэве, ластенаса с дель папа комаром». Там креветка, но креветка нам не годится. Какой-то мифический статус у рака может быть, а у креветки нет, креветка она не русская. Потом она говорит о пупке как о том, что соединяет тело с землей как нить жизни. Но пупок тоже не годится, лучше чрева. Правильно? Потому что пупок, он слишком, во-первых, он звучит немножко, по-моему, легкомысленно, или слишком специально, по-медицински. А чрева дает какой-то статус более торжественный. И это именно то, что пытается. А пуповина тоже не годится? Пуповина. Пуповина могла бы быть, но мне показалось чревом. Очень шо, да? Есть такая деталь, которую я пыталась сохранить, конечно, но, может быть, она не так чувствуется. Вообще в этих языках статус коллективного мужа очень важен. Поэтому он говорит, этот голос не говорит, вот это было все равно. «Я и ты», он говорит «мы» и «ты». И она выступает как голос всего сообщества. Эта деталь очень важна для их миропонимания, так или иначе. И тоже она употребляет этническое название ее народа. По-испански это «сапотекус», и «бениза» на родном языке, которое тоже здесь не может иметь место. Поэтому единый народ, я думаю, достаточно. Ну вот такого рода большие и небольшие трудности. Например, я больше страдала с трусиками, чем, например, с красными. Что делать с таким предметом, который может быть поницы все равно? Я сувер, мы с вами в панталоне с розовым киркумчиком. Спасибо. Я хочу поблагодарить Ирму и Мусейту за то, что они сегодня согласились быть с нами, хотя у них было вчера их заседание, их лекция, их чтение. Но мне показалось вчера так интересно, что я не могла себе позволить вас лишить удовольствия их послушать. Я очень благодарю за то, что они согласились быть с нами и поделиться с вами, чем они заняты в этой жизни.